Нужно удалить все восьмерки и вот здесь, вот здесь, вот здесь поставить импланты. А, ну еще ЧП было. Ой, увидела и такой, я хочу, хочу, хочу. Всем доброе утро, мои хорошие. Начинаю новый влог. Настроение прекрасное, хорошее. Столько всяких разных свершений. Вообще в жизни. У меня вообще такая интуиция, что у меня всю жизнь такая интуиция, что у меня все будет хорошо в жизни. И так оно и складывается. Ну, естественно, не без моего участия. Я что-то делаю, всегда развиваюсь. Кстати, совсем недавно в одном из прошлых влогов я показывала вам, что смотрю вебинар про финансы. И многие девочки меня стали спрашивать, что за вебинар ты смотрела. Я смотрела вебинар по финансам, как управлять своими финансами вот сейчас, то есть из тех, которые ты имеешь. С достатком вообще, ну меня что еще привлекло, что там 30 тысяч рублей, грубо говоря, вы зарабатываете и можете правильно инвестировать, планировать, правильно распоряжаться деньгами, которые вы уже имеете. Ну и в принципе, я вообще много таких всяких вебинаров люблю смотреть и смотрела, и книг много разных читала. Все равно нужно переодеть, недостаточно один раз, вот знаете, так прочитать что-нибудь, и все, такой забыл, ничего не практикуешь. Нужно обязательно это все внедрять, практиковать, каждый раз освежать себе голову всякими вебинарами. Поэтому я решила посмотреть вебинар, мне тут недавно предложили, я думаю, дай посмотрю. И на удивление, на удивление мое, я в вебинаре, в этом уже в бесплатном вебинаре, уже подчеркнула для себя, взяла какую-то очень полезную информацию. И сейчас буду в этом направлении копать. Естественно, все вебинары, они частенько делаются для того, чтобы продать какой-то продукт, более детальный, более глобальный, который стоит денег. Но в бесплатных вебинарах мы также можем получить много полезной информации. Вот вебинар, который я смотрела, Егора, там действительно полезная информация, но, соответственно, он продает свой интересный продукт. И я бы очень хотела пройти его, у него там несколько модулей, вот, и я сейчас нацелена для того, чтобы пройти весь его курс. Кому интересно, я ссылку на вебинар оставлю под видео. Девчонки, посмотрите, вебинар бесплатный для всех, для любого достатка. А даже если нет у вас достатка, обязательно должны посмотреть, у кого куча долгов, там, кредиты, кто не знает, как выбраться, как скопить деньги. Я посмотрела этот вебинар и поняла, что мне вообще прям просто показано работать над тем, как умножать свой капитал, как растить его. Самое интересное, вот, всегда была моя мечта, как сделать пассивный доход, чтобы он от меня не зависел. Помните видео «Вопрос-ответ» не так давно? Я там говорила, что цель, вот, именно в материальном мире, да, вот, денег и так далее. У меня цель, чтобы был бизнес или что-то было, чтобы приносило мне деньги, независимо от меня. Время летит очень быстро. Обучение детей, это очень много денег уходит, да, какие-то блага, тоже много денег. Плюс пенсия, не за горами, а там уже, глядишь, и работать не захочется. Поэтому очень хочется, чтобы были какие-то сбережения или был какой-то доход пассивный. И чтобы ты не тратил на это много времени, а деньги он приносил. И вот Егор, он рассказывает, как раз-таки и учит о том, как и где это сделать. Ну, я уже из-за вебинара узнала, уже узнала где. Вот, ну, в принципе, при дальнейшем изучении я изучу детально, как и что. Кому интересно, кто увлекается финансами, кто хочет обеспечить свое будущее, кто хочет вырваться из кредитных лап, там, и так далее, то обязательно рекомендую вебинар к просмотру. Обязательно посетите бесплатный мастер-класс Егора Арсланова, на котором он расскажет, как создать капитал с нуля и привести свои финансы в порядок. Вы узнаете, как взять свои деньги под контроль, как снизить финансовые риски и достичь своих целей в будущем. У Егора собственная школа денег, 14-летний опыт в инвестициях и личных финансах, 4 собственных бизнеса, один из которых уже 8 лет приносит пассивный доход. И он вложил 2 миллиона рублей в свое образование по финансам. Переходите по ссылке под этим видео, посмотрите, когда будет ближайшая встреча, и регистрируйтесь. Участников бесплатного мастер-класса ждут полезные бонусы. Желаю вам приятного просмотра, ну а я пошла сделаю себе кофе и займусь делами. Увидимся попозже. Крис, так в какой момент ты решила, что все-таки будешь со мной жить? В тот момент, когда ты согласилась взять мою собачку со мной, моего ребёночка. И зато нужно сразу снимать. А где, 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 где она? А где, где? Что ты её не взяла-то в итоге? То есть вот приходится и жить. Я и думаю, я согласилась тебе, что берём собаку. Где собака там? У меня же совесть пока не позволяет, но да. Через сколько ты её привезёшь? Сегодня, вот сейчас вечером поеду. За собакой? Да. В общем, пока Кристиночка обживается тут, я поеду сейчас к зубному. Ты меня сняла, когда ты мне ещё корни не покрасила. Скажи, что за ныряхо? Сегодня покрашу корни. Пока берём он будет окрасываться. Я сегодня, Кристине, покрашу корни. Не переживайте. Не переживайте. Я не переживаю, скажу, что ныряха. Непокрашенные корни, значит ныряха. Вот скажите, для вас непокрашенные корни равно ныряха или нет? Ну, как засранка. Ты вчера что сказала? Или равно засранка. Нерасчёсанная, значит неугоженная. Ещё где расчёсанная, ещё и скрыт. Нет, не, не, смотри, какая нерасчёсанная. Нет, не в этом дело. Короче, я иду сейчас на консультацию, уже время. Иду на консультацию, переживаю девочки, ну к стоматологу. Переживаю, потому что последний раз, когда я у него была, вырывала зуб мудрости, чтобы мне нормально запломбировали. Он сказал, он заглянул мне в рот и говорит, а, ну по-хорошему нужно удалить все восьмёрки и вот здесь, вот здесь, вот здесь поставить импланты. Понимаете, я там шла, перекрещивалась удалять этот зуб просто, думаю, когда закончится, а он мне говорит, все надо удалить, они меня вообще не беспокоят, я не хочу их удалять. Это нормально вообще? Ну типа вот брейкеты ставят, удаляют восьмёрки, может быть и импланты, чтобы там что-то не сдвинулось, сдвинулось. Я вот сейчас... Вот и я думаю, что если я сейчас к нему пойду, и он мне скажет, что импланты нужно ставить только если восьмёрки удалить, если он там начнёт мне что-то говорить, что это только важно, я буду придумывать что-то другое. Ну что, прям один доктор, я думаю, тебе надо... Ну я ещё тогда придётся искать кого-то. То же самое, что с волосами, к одному пришёл, и всё нахер. А, ну да, к одному пришёл и скажет, нет, здесь ничего не... я не возьмусь, да, как говорят? Не возьмусь, давайте обрежем здесь по... Обрежем. Косок куча надо, надо обрезать, до ушей... В какой позе Крис вещает? Конечно, да. А придёшь к Пете, он скажет... Да, если вот придёшь к какому-нибудь Пете, например, или наоборот Петя скажет, что всё плохо. Наоборот, придёшь к Пете, Петя скажет, так нельзя, это нельзя, это я не делаю, это я против того, там, так далее, так далее, да? Не надо даже кончики подстригать. Волосы должны быть длиннее. Не, подожди, это уже не к Пете, это уже к нормальному, если пойдёшь. Типа, Петя, это типа ненормально у нас. Почему Петя? Это Петр Первый. Вообще-то Петя ненормальный. Пётр Первый, великий, ничего себе, это такая яркая личность. Я не говорю об имени Пете, а о Пете... Собирательном образе. Собирательном образе. Не надо Петра, собирательный образ. Нет, я говорю о Пете, о котором, помнишь, недавно речь шла, о Пете. Я думаю, нет. Я об этом Пете говорю. Мы о Пете вообще разговариваем, мы не разговариваем в принципе о Пете, просто недавно... Я сначала поняла тебя, да, но не надо же понимать, теперь вспоминать всё время. Просто недавно речь была о Пете, вот о таком Пете мы и речи ведём. Ладно, короче, я пошла, всё, жди меня, кошку на гормысли. Когда вы стали понимать, когда вы стали думать, что вы ненормальные? Когда вы стали понимать, что вы сходите с ума, что ты сошёл с ума? Когда ты понял, что ты сошёл с ума? Мы сейчас смотрим Собчак эту там про тату Шаповалова. Она спрашивает у него у Шаповалова, когда ты понял, что ты сошёл с ума? Что-то типа такой вопрос. А он задумался такой? Не помню, говорит. А как это можно понять? Ну, как всегда, девоньке, у меня садилась батарейка, я её оставила заряжаться. Ещё я не смогла найти свой полюс. Если я не нашла полюс, у меня будет консультация, сейчас стоит 500 рублей. Блин, а сейчас я сажусь ещё, я такая думаю, где его искать? Там-там поискала, нет? А сейчас вспоминаю, что я буквально прикреплялась недавно к поликлинике. И где мой полюс, блин, может быть? Короче, придётся 500 рублей платить. Ой, девочки, дали мне направление на 3D-снимочек. Тут 7 мест, где можно сделать это. А, 5 мест в городе Ростове надо. Ну, 3D-снимок надо сделать. Короче говоря, он говорит, есть два варианта. Либо мост ставить, а у меня с одной стороны запломбированный зуб, а с другой стороны у меня коронка стоит. И он говорит, эту коронку... И, кстати, он мне, по-моему, и ставил её давно, коронку эту. Это всё, говорит, надо снимать там то-сё. Я думаю, да ну нафиг снимать коронку. Прикиньте. Да ну нафиг. И уже, знаете, если там вот мне залезли уже, вырвали зуб, да, уже укол сделали. И сразу можно поставить штифт этот. Ещё и с временной коронкой, возможно, можно это сделать. То, конечно же, конечно же, лучший имплант. Но вопрос цены. Я так понимаю, что мост намного был бы дешевле. Короче, вопрос цены. Какой-то хороший, вот прям хороший там материал. Самый лучший считается. Ноби... Ноби чё-то, я не помню, как-то он сказал. Я так понимаю, вот этот вот штифт, да. Или имплант. Я не поняла, короче, что конкретно, да. Но вот он сказал один какой-то корейский, он чуть-чуть подешевле. Там, ну блин, 7 тысяч разница, наверное, да, именно в этом. А какой-то есть, но без что-то. И он говорит, он считается одним из лучших. Вот. И он стоит 30 тысяч. Плюс, ну то есть вот это протезирование, да, наверное. Плюс... Плюс 3 тысячи это будет либо временная коронка, если её можно будет сделать. Либо это будет, ну, какой-то специальная там какая-то установка. Потому что коронку, вот эту вот, которая, да, зона улыбки красивенько сделать, возможно, ещё и не получится. Там будет зависеть от того, насколько крепко стоит этот штифт, насколько рыхло там будет всё вот это вот после удаления и так далее. Вот. Ну, в любом случае, что та установка 3 тысячи стоит, что коронка 3 тысячи стоит. Короче, либо то, либо то. В общем, 33 тысячи это стоит протезирование с чем-то, да. И потом я хожу с этим 3-4 месяца. Мы смотрим, как это заживает, тра-ля-ля. И потом мы ставим коронку. Коронка стоит 25. Тоже какая-то там хорошая. То есть, ну, всё вместе 55 тысяч где-то выйти должно. Вот такие вот дела. Ну, и частями как бы оплачивается всё это. Только... То есть, короче, мне нужно 33 тысячи сейчас, чтобы... Ну, сейчас я ещё не знаю, сколько будет стоить вот этот вот 3D-снимочек тоже. Он, может, тысячи 3 будет стоить. Хрен его знает. Вот. Ну, в общем-то, вот такие дела. Будем настраиваться. Единственное, что мне хотелось бы, девочки, чтобы у меня прошло вот это моё непонятное состояние. Потому что я сейчас пока сидела в коридоре. Мне воздуха не хватало. Трудно дышать было, да. Как будто спёртый запах такой. Или влажность высокая. Я не знаю, короче. Зашла. Потом, ну, я начинаю нервничать. У меня начинается такая паника. Я начинаю что-то себе придумывать там, да. Вдруг там то, а вдруг это. То есть, вот хотелось бы, чтобы у меня было нормальное состояние. Уже без кашля, без всего. В целом, сказал, что процедура вот эта операция будет длиться 45 минут. Ну, я так понимаю, и удаление, да, и вставление вот этого всего. Ну, в принципе, немного. В общем, буду настраиваться. Поехала домой. Прибежала скорее домой. И по дороге пока еду, думаю, блин, вот это не сказала ещё, вот это не сказала, вот это. Думаю, ладно, не буду их мучить своей камерой. Это из телефона, как из бочки разговариваю. Думаю, сейчас приду нормальную камеру возьму и договорю. По поводу 500 рублей, то, что нужно было заплатить, благодаря моей маме и Кристине, я не заплатила 500 рублей, потому что они нашли документы все. Кристина нашла мой номер, что? СНИЛС. Да, в ИНН на обратной стороне там номер СНИЛС. А мама нашла фотографию, где я ей фотографировала свой полис. Короче, я не могу найти ни то, ни то. Вот, но всё сделали. В общем, консультация была бесплатная. Дали мне направление, да, вот, сделать либо верхнюю часть 3D, верхнюю челюсть 3D, либо сегмент там один. Ну, говорят, по цене смотри, что там будет тебе приемлемее. В общем, я пойду сделаю снимок в любом случае. А дальше по наитию буду слушать свою интуицию. Вот, Кристиночка была дома. Что успела сделать за это время, пока меня не было? Давай, давай. Монтировала видосик? В ложку. В ложку. А я пришла, тишина такая. А Кристина ещё перед моим уходом... Да, я тут немножко огорчена. А, Кристина огорчена. Сейчас буду поднимать ей настроение. Но я вам скажу, что сейчас... Я когда уходила, Кристина говорит, ну ты закройся на замок, чтобы я могла открыть и выйти, если что. Слушай, я... Я такая думаю, куда это она хочет выйти? Да мало ли пожар в квартире. Да это понятно. Я думаю, ну подожди. Я думаю, куда это она хочет выйти? Погулять, пойти пока меня не будет? Вообще меня приглашают на свидание. Вообще её, конечно, приглашают на свидание. Вот я и думаю, выскочит. Я только отлучусь и сразу гулять. А я ей говорю, работать, работать. И представляете, захожу и тишина. И Мила одна идёт меня встречать. Думаю, выскочила всё-таки куда-то. Мила молчит, партизанка не выдаёт. Ну всё, захожу. Или думаю, спит. Захожу, работаю. Я днём уже давно не сплю. Нет, ты что-то говорила. Ой, хочется прилить, придремать. Мне всегда днём хочется, но я себе не разрешаю. Уже давно. Мало ли. Я ж такая грешу на Кристинку. Думаю, либо убежала, либо спит. А она работает. Почему грешу? Молодец какая. В общем, я тоже пришла работать, да. Надо доделать ещё. Надо Кристину покрасить. Ещё с ней видео снять. Прикиньте, сколько дел. Для одной маленькой Кристины. Ладно, покушать ещё надо. Я от стресса голодная. А, ну ещё ЧП было. Я говорила вообще о нём или нет? Что интернета не было у нас. Полдня. И только его включили. Вот время, блин, половина пятого. А у меня влог уже вывелся. Всё готово для вас. Прикиньте. И вы ждёте с утра влог. Это. И всё. И вот я сейчас судорожно просто вот так вот вот запиливаю вам видео на канал. Чтобы, не дай бог, не отключили. Вообще, они сказали, что они должны были включить аж в 4 утра. Я уже тут думаю, чего? У меня файл на телефон не передаётся. С мобильного интернета, чтобы всё передавать. Ещё этот, блин, про тату. Три часа, блин, смотрели. Отвлекает. Понимаете? Интересно же тату. Мы же на них выросли, считай. Интересно. А у меня ещё прямой эфир рассоединился же. Надо заново подключить. Короче, трэш. И следующий у нас доставка. Дэнь, вот смотри, тебе йогурты взяла. Выбирай любой. И любой. Печенька взяла. И кефир. И кефирчик взяла. Всё. Маленькая доставка. А, и соки Дэньки взяла. Сок вишнёвый будешь? Мы с Кристинкой тут лежим. Смотрим кино. Мир дружбы жвачка. На паузе поставила. А Дэнька, представляете, уснул. Мультики смотрел. Я говорю, Крис, что-то затих наш малыш. Давай посмотрим, что он там делает. Она говорит, он спит. Так что всё. Спокойной ночи. Мы пойдём ещё фильм посмотрим. Всем доброе утро. Утром начинается у Дэньки. Я делаю ему яичницу. Козий сыр. Хлеб с маслом. Так. Это сок у него тут стоит. Смотри, что мама тебе приготовила. Кушай сейчас яичко и сыр. На. Козий сыр вкусный. Тебе понравился он в прошлый раз. Тебе понравился он в прошлый раз. Тебе же он понравился в прошлый раз. Ну что ты обманываешь? Вот жопа. Лишь бы повыпендриваться. Всё, кушай яйцо. Так. У меня тут чуть-чуть яичко осталось. Сейчас тоже покушаю. Кристинка пока занимается. Она после того, как позанимается, не ест ещё час-два. Поэтому мы завтракаем сами. Так. Вот мы с Денечкой уже поели почти. Денька доедает. Не оторваться от мультиков. Что-то он плохо ест. У меня сыр два кусочка съел. Вот ещё один надо доесть. Масло с сыром что-то... Фу, масло с сыром. Масло с сливом что-то не ест. Вот. Я тоже поела чуть-чуть. С колбаской бутербродик. Тут у меня был. Сейчас кофе попью. Вообще я не завтракаю утром. Я только кофе пью. Кристин, ты ещё в процессе? Тебе сколько ещё заниматься? Кристинке ещё полчаса заниматься. И потом час-полтора-два она не будет кушать. Ну, по ситуации смотрит. Бьёт только воду. Вот. Сегодня хочу что-нибудь придумать. Не знаю, суббота, выходной день. У меня всё время желания какие-то на улице. Погода шикарная. И хочется на улице провести время. В кино хочется сходить. На теплоходе покататься. Что ещё? Короче, всё равно хочется всего. Но, конечно, мы не всё успеем. У нас ещё и логопед сегодня в 5 вечера. Ещё надо так разделить день. Кристине ещё нужно доделать видео. Вот. Короче, надо всё это как-то скомпоновать. Сейчас уже время без 20.11. Мы встали сегодня попозже. Потому что вчера мы легли в час. Мы с Кристиной смотрели сериал «Мир дружбы жвачка». Она его уже смотрела. Ей нравился. Но она уже первый сезон подзабыла немного. А вы мне советовали посмотреть этот сериал. Вот мы смотрим. Нам нравится. Такое наше какое-то время. Наше детство. Я не знаю. Но что-то похожее очень. Вот. Поэтому как-то тёплый сериал такой. А вот она, наша Милка. Наша Милка. У детилка. Такая дочечка моя. Мамина дочечка такая. Дочечка. Да? Мои сладкие. Мои сладкие. Мои сладкие. Мои сладкие косичка. Моя сладкая косичка. Кристинка сериал мешает заниматься. Ходит на неё. Запляется за ноги ей. Да? О, выглядывает. Что там Кристина делает? Ушла. Крестик Нолик, шутки прочь. Намутила здесь смесь. Это хозяйка теперь. Хозяйка, да. Намутила здесь смесь для запеканки. Я говорю, подойдёт такая форма? Она говорит, да, подойдёт. Положи туда бумагу. Положила. Ну, давай иди, выливай. Так, значит, следующим шагом. Без сахара. А что там, скажи, кстати? Запеканка называется «На глаз». На глаз, ага. У нас две пачки творога вкусного. Там у тебя какой-то котёнок нарисовал. Да. Чуть-чуть вышедшая за срок годности кефир. Ага. Вышедшая кефир. Жменька изюма вкусного. Я его помыла под водой. И размяла банан. Он очень мягкий. Я прям его размяла. Разрыхлителя немножко. И ванильный сахар. Пакетик. Я попробовала там чисто сахар. То есть там пол ложки, чайные ложки. Короче. В общем, я считаю, сахар отдельно сюда кидать не нужно. Угу. Захочешь – с вареньем поешь. Ну, в принципе, Селина, слава Богу, попробовала. А, и манки. Манки тоже на глаз. Ну, так, немного, может быть, столовая или две ложки. А маку? Маку? Маку не ложила? Нет. Это… Запеканка без муки делается, да? Нет. Ну, это на любителя, если накормить большую семью, чтобы они наелись, можно и запекать… Ой, и муки в мешочек. А мы… Ну да. У нас мало людей тут… Наливай. Смотри, сколько много тут. Хоть бы это есть. Тут очень много, да. Да, помогай, помогай. В общем, вот такая у нас смесь. Сейчас будем думать и гадать, на сколько ее ставить и на какое… Будем посматривать. А у тебя есть сверху и снизу? Да, есть. Надо такое? Ну, будем и сверху, и снизу посматривать. Хорошо. Что, девочки? Мы вышли, наконец-таки, из дома. Мы сегодня поработали. У меня клип вышел. Ну, как клип, видеонарезка. Вышло видео, которое мы давно… Кристина меня там снимала, Маша меня там снимала. Фотограф в Питере. Я ссылки под видео там… Клипа оставила. Клипа. Клипа. Слушай, ну а клип это есть? Видеонарезка – это есть клип. Просто обычно, знаешь, клип – это там сюжетная линия, какая должна быть там, я не знаю, еще что-то. Не всегда. Ну, короче, клип у меня, да? Вообще, как бы, да, яркий, конечно. В общем, клип, да. Сделала, сегодня порадовалась. И раз я отстрелялась с этой песней, значит, у меня… у меня еще две песни она готова. Одна песня полностью, текст готовый. И меня уже студия одна зовет несколько лет сделать мне песню, понимаете? Чтобы я посмотрела, как они работают, чтобы сотрудничать, может быть, с ними в дальнейшем. Я говорю, я вам напишу, я вам напишу, у меня все время нет времени. То есть меня уже приглашают, кстати, в Батайске где-то, студия. Вот. И вторая песня у меня готов припев, но нет куплетов. И вот что-то они несколько лет никак не могу сделать. Это тоже будет шедевральная песня, потому что она так долго вынашивалась. Вот. А сейчас мы едем, все сделали. Кристинка тоже, да, почти закончила блог уже. И мы Деньку ведем к логопеду. К Ирине Витальевне, да? Да. В общем, мы сейчас едем, а погода вообще хорошая, мы вот такие раздетые, все вообще в велосипедках, прикиньте, Кристинка тоже в шортах. Мы такие налегке, хотя я вышла. Чувствую немного себя, так это, знаете, хочется закрыть попу, все закрыть. Короче говоря, хотим погулять, но я не одела куртку, и мне кажется, мы сильно не будем гулять, потому что немножко ветерочек есть на улице. Ну посмотрим. Опять кино у нас там по плану, ну а там уже как будет. и погулять, и кино, сами знаете, как оно бывает. А мы дома в итоге спим 9 часов. Так, мы пришли, Денечка ждет свою гречку, Кристина ждет свой смузи. Да, кстати, видите, выровняла ей немного волосы вчера. Вчера Кристина из кучки. Немного, а по цвету и по длине. Ты прям видишь, да, у серикончики уже более прикольно смотрятся вот так. Думаю, надо подарить Кристинке на день рождения. У меня скоро дни рождения. Подарите расческу. Подарите, да. Расческа это очень удобно. Как быстро я тебя, да? Это не утюжком. Утюжком дольше было. Я понимаю, после этого у тебя же давно это расческа. Я тоже все смотрела и не решалась. У Селены давно просто это расческа. Да, надо бы тебе что-то это. Мне кажется, сейчас уже не будет. Получше просто какой-нибудь, да. Сейчас уже есть, кажется. Так что не покупай себе расческу. Да я не покупаю ничего. А то я не знаю, что мы будем друг другу дарить в этом году. Ну мне ничего не надо, но я переживаю. Замечательно, да? Я переживаю все время, что дарить. Так что, да. Мы же на экономии сейчас. Мы экономим. Да, да, да. В этом году у нас будут экономные подарки. Вот. И, ну, главное, полезные. Так что какую-то расческу классную, с каким-то покрытием можно. Ну, может, к тому времени, как он с ней будет день рождения, может быть, уже ей понадобится что-нибудь другое. А расческа, может быть, раньше у нее будет, кто его знает. А я тоже жду свой полезный сельдерей. Там сельдерей, яблочко. Ну что ты балуешься? Так. Ты ждешь Ирины Витальевны вообще? Да. Пойдешь заниматься? Да. Молодец. Короче, сейчас он покушает гречечки, ну, просто чтобы с нами тут посидеть, потому что в меню, честно говоря, для детей из того, что он ест. Мало что есть. Вот. О, тут есть массаж Кристина. Это гаштально. Подождите меня с Дэнью? Да. С Дэнью я подожду, но одну с сельдереем. Одну с сельдереем подождите. Мама, пожалуйста. Что, пожалуйста? Я сюда ходила, кстати, на массаж, и здесь два массажиста делали мне классный массаж. Две девушки. Какая-то у них техника прикольная. 1200 рублей. Массаж общий. Я кушаю. 60 минут. Не надо кусать, мам. Слушаем. Кто делает массаж? Девушка или мужчина? Что это такое? Ага. Так. Мам! А сегодня есть вот сейчас девушка свободная? Мам! Что это такое-то? Кристина говорит, помоги мне сельдерей выпить. Давай попробуем. Чок-чок. Давай. За наше здоровье. За Дэнькина. Вон, все. Гречка, смузи здоровый образ. Короче, Дэнька увидела вот такие качельки. У нас на набережной поставили. Мы же на набережную прошли, кстати. Да. Ой, увидела и такой, я хочу-хочу-хочу. Мы в очереди, Дэнь. Мальчик катается, девочка. Потом мы 200 рублей 5 минут стоим. А вот сюда пойдешь? Ну, все. Нравится? Не высоко? Нет. Отталкивай. Вот. Молодец. Нравится? Глазно округляется. Дэнь, тебе нравится? Дэнь. Дэнь, тебе нравится? Опа. Снова контролирует тут. И теперь еще в негативе. Тебе нравится? Да. Супер. А что ты сейчас пойдешь? Да. Да. Кампакам. 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 Это хочешь? Я хочу играть Дэнька там поиграл в игру, типа хоккей настольный Или что-то такое Но он сам все голы забивал, а там 100 рублей Платишь и две игры играешь Походу 5 голов или сколько, или 6 7 А и все, короче А он себя забивает, ему так нравится Зай, ну в следующий раз, когда будем Сейчас пообещала мороженое И Кристине, и Дене Я говорю, давайте уже на набережной не будем гулять Какие-то мошки, блин, покусали меня И в лоб укусил, я прям чешу голову Вот, смотрите, видите, в лоб укусил В общем, все, сейчас в МакАвто возьмем мороженое Посидим, поромантизируем Да? И домой Работать Ну и немного отдыхать Работать-плакать Работать Сквозь слезы Да, тяжко работать Ну, надо, что делать Сегодня, кстати, суббота, выходной Еще и праздник День России 12 июня И мы сейчас уже проезжали один парк Там было очень много народу На набережной что-то я ничего не увидела Такого, знаешь, интересного А вот еще у нас еще один парк Сейчас будем проезжать Сейчас еще и не время Думаешь, не время уже? Ну, сейчас 9-10 Сейчас люди понабегут Такие молодежь уже постарше Движуха там Сцена стоит Сейчас увидите Надеюсь, потому что я не смотрю Полиция Да, и там поют Мы сегодня проезжали по другой улице И видели уже Вот И очень много в парке Горького было людей Теперь у нас мороженое Подожди, солнышко Мама будет с тобой вместе кушать Потому что холодненький Понял? Да и мне, мама Сейчас, да Ой, ну что, моя хорошая Мы вернулись домой Я не знаю, камеру не брала Я сейчас в сумке достала Значит, я не снимала дома еще Мы вернулись домой Прекрасно провели время На улице хорошая погода Ну, как-то быстро захотелось домой Не знаю, какая-то я Гуляка тоже Гуляка, не гуляка У меня все как-то по чуть-чуть Не могу понять Уже Вот Возраст, что ли Или что Не знаю, короче Ну, неплохо погуляли И Кристинка Я вообще хотела Как бы Дэнни с Кристиной Выгулять А то работают, работают Дэнни в садике Был Целую неделю Кристина вот работала Целую неделю Думаю, дай выведу Ребята Погулять А Кристина говорит А я бы и монтировала И сидела Представляете Поэтому, я думаю Все нормально Нагулялись Вот Сейчас пришли домой И снова За монтаж Буду с вами прощаться Обязательно Проходите по ссылке Под видео Регистрируйтесь На бесплатный Вебинар Повышайте Свои знания И Варианты Вложения Своих денег Вот Вообще Конечно Надо над этим Работать И я тоже Буду В ближайшее время Над этим Всем делом Работать Но вебинар В любом случае Полезный Обязательно Прослушайте Тем более Бесплатно Вот Ну а я с вами Прощаюсь До следующего Видео Всех Люблю Целую Всем пока Пока На Кристиночку Ссылка Под видео Заходите Поддерживайте Подписывайтесь И комментируйте Мы для вас Все для вас Все Пока Пока Продолжение следует